Продолжение следует... 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 по 2012 год, возраст пациентов примерно сопоставим, хотя верхняя граница – это 78 лет. Время до выполнения аутологичной трансплантации тоже у большинства пациентов первые полгода. Индекс Корновского менее 80-15-14, то есть небольшое число наблюдений. Медиана наблюдения после аутологичной трансплантации, понятное дело, снижается от 1995 к 2012 году, но медиана составила 49 месяцев, максимум практически 20 лет. Что интересного обнаружили исследователи в рамках этого анализа? Во-первых, это ранняя летальность. Вы видите, что она снижалась в зависимости от временного периода, когда выполнялась аутологичная трансплантация. Это может быть связано с разными причинами, но основная, на мой взгляд, все-таки причина в том, что в последние годы, с 2007 по 2012 год, были определены четкие критерии отбора пациентов, подлежащих выполнению аутологичной трансплантации с аэлемилоидозом. Еще важно, что исследователи оценили раннюю летальность в зависимости от количества аутовыполняемых в трансплантационном центре в год, то есть оценили опыт трансплантационной команды при выполнении трансплантации больным с аэлемилоидозом. А мы понимаем, что эта категория пациентов абсолютно отличается от больных множественной миеломы. Это коморбидные пациенты, у них есть тяжелые нарушения, о которых мы говорили несколько выше. И здесь показано, что если трансплантационная команда выполняет 4 и более трансплантации в год, то летальность, связанная и рассчитанная с трансплантацией на 30-й и на 100-й день, достоверно снижается. Это вот эта коричневая кривая внизу, по сравнению с теми центрами, в которых, в общем-то, трансплантация аутологичной при аэлемилоидозе – это редкое единичное событие. Противопухолевый ответ и показатели выживаемости. В этом исследовании уже показано, что частота гематологического ответа общего составила 71%. Полных ответов при этом 40%. Органные ответы более чем у половины пациентов. Пятилетняя общая выживаемость высокая – 77%. При этом, что достигался и органный ответ, значит, в последующем и улучшалось качество жизни этих пациентов. Снижение смертности связано с трансплантацией, об этом мы говорили выше. Основным неблагоприятным фактором, увеличивающим раннюю летальность после аута, являлось поражение сердца. Тоже нам сегодня это уже понятно. И в рамках отбора пациентов на трансплантационную методику исследователи предложили использовать самые важные критерии. И к ним отнесены функциональный статус, тропонин-Т и НТ-ПРО-БНП. И в правой части слайда мы можем увидеть, что лучшие показатели общей выживаемости демонстрирует группа пациентов, которая трансплантировалась в последнем периоде, анализируемом с 2007 по 2012 год. Здесь такая кривая по сравнению с синей кривой и коричневой, которая, в общем-то, отражает ту самую раннюю трансплантационную смертность после выполнения трансплантации аутологичных столовых клеток крови. Как на сегодняшний день на выполнение трансплантации аутологичных и аллогенных смотрит самая ведущая организация, это организация по трансплантации костного мозга и столовых клеток крови европейская. В показаниях к трансплантации при аэлемилоидозе в 2022 году отнесены аутотрансплантация в качестве клинической опции, но это связано в первую очередь с тем, что нет четких рандомизированных исследований, показывающих роль и эффективность аута при аэлемилоидозе, но рассматривается и выполнение аллогенной трансплантации, в частности, ростные совместимые и неростные совместимые, но, по мнению экспертов, это может выглядеть только в качестве клинической опции. По этим данным, кандидатам на аутологичную трансплантацию могут рассматриваться не более 25-30% больных аэлемилоидозом. Вы видите, что возраст этих пациентов представлен экспертной группой моложе 70 лет, ЭКОК не более 2, систолическое давление более 90, фракция выброса, скорость кубочков фильтрации в этих еще рекомендациях рассматривается как основной фактор выбора больного на трансплантацию аутологичных целых клеток крови, отсутствие сердечной достаточности тяжелой степени и антипромбин-пи менее 5000 нанограмм в литре. Важно отметить, что гематологический ответ – это цель терапии, интенсивность химиотерапии должна быть адаптирована к риску, высокие дозы мемфолана и аута – это терапия выборов для пациентов с низким риском, а аллогенная трансплантация может рассматриваться только как один из вариантов лечения рецидива после аута у молодых пациентов с охранными функциями органов и ошеля идентичным донорам. Если оценивать трансплантационную активность при аэлемилоидозе по данным регистра ИБМТ, то нам доступны данные только 2009 года, максимальные данные с 2000 по 2009 год, поскольку в 2021 году в Европе было выполнено чуть больше 25 тысяч трансплантаций, это данные Европейского регистра аутологичных стелеклетокрови, и отдельно аэлемилоидоз здесь не учитывался, он был включен в группу плазмоклеточных заболеваний, мы видим, что это 55% показаний для аутологичной трансплантации, то есть более 12 тысяч трансплантаций выполнено больным, у которых есть нарушение пролиферации плазматической клетки. Но в этом же отчете указано, что ежегодно выполняется 120 аутологичных трансплантаций при аэлемилоидозе, и сообщается также, что число этих трансплантаций увеличивается 114 трансплантаций в 2014 году. Количество аллогенных трансплантаций, но это вообще очень редкие события, во всех центрах ЭБМТ было сообщено не более чем о 5-7 трансплантаций, выполненных больным с аэлемилоидозом в ретроспективном анализе. Современные рекомендации ХАИСа по аутологичной трансплантации при аэлемилоидозе говорят о необходимости учитывать критерии отбора пациентов на аутологичную трансплантацию. Понятно, что это должны быть пациенты, которые находятся в возрастном диапазоне максимум 70 лет. Поражение как минимум одного жизненно важного органа, это соответствующие функции сердца, ЭКО, ксистолическое артериальное давление. Здесь представлены результаты исследований НТ-проби-НП, тропонина Т или Ай, прямой билирубин менее 20. Но указывается, что предпочтительная индукционная терапия пациентам перед выполнением аутологичной трансплантации, конечно, это содержащая бортозомиб лекарственной схемы терапии, но и отдельно указывается, что аутологичную трансплантацию можно отложить, если после индукционного этапа достигнута гематологическая полная ремиссия. Эксперты также сообщают нам подходы к мобилизации сбору стволовых клеток крови. В частности, рекомендуется использовать колоннестимулирующий фактор, плериксофор по требованию, но если в некоторых центрах это запланированная опция, то, конечно, никто не возбраняет его применение. И важно избегать назначения циклофосфамида или других токсичных химиотерапевтических препаратов. Отдельно выделены противопоказания для аут, но я не буду на них останавливаться. Мне хотелось бы перейти к результатам трансплантации аутологичных стволовых клеток крови при аэлемилоидозе в нашем центре. Это 34 пациента. Здесь представлена группа этих больных, возраст 35-67 лет. Распределение пациентов по стадии заболевания представлено в левой части слайда. Поражение почек отдельно были нами проанализированы по стадиям. Мы видим, что первая стадия у большинства пациентов, 45% больных далее идет распределение примерно поровну. Вторая, третья. Классификация МИО 2004-2015 года. Вторая стадия большинства пациентов. И частота поражения жизненно важных органов. Это правая часть слайда. Наиболее часто в моно, в таком режиме, орган почки поражен. Единственный у 38%. 41% это почки и сердце. Но были пациенты, у которых изолированно поражалась печень. А также пациенты, у которых поражались все три органа. Это один больной. Индукционная терапия. Здесь следует вам отметить, что не всегда она проводилась, поскольку это такой исторический контроль. 10 пациентам ауто проводилось без предшествующей системной терапии. Но терапия первой линии представлена в левой части слайда. В большинстве случаев это бортозамид, содержащие режимы. Но были пациенты, которые получали бортозамид или анлидомид. И пациент, который получил уже современный протокол, Дара-ВСД. В правой части слайда частота достижения гематологического ответа. Это 54% на этапе индукции. И 46% полных ответов. И частота достижения органного ответа. Мы видим, что он был получен у большинства пациентов. Это 84%, 75% и 71% в зависимости от пораженного органа. Здесь представлена динамика трансплантации при аэлемилоидозе в нашем центре. Здесь также видно, что максимального количества трансплантаций мы достигли в 2020 году. Затем период пандемии COVID-19. Здесь наша трансплакционная активность несколько снизилась в отношении аэлемилоидоза. С учетом текущих подходов в тот период пандемии. Но сейчас постепенно вновь число трансплантаций аутологичных столовых клеток крови увеличивается. И в этом году выполнено 6 трансплантаций аутологичных столовых клеток крови. Здесь представили частоту гематологического ответа у больных после аутологичной трансплантации в зависимости от индукционной терапии. Без предшествующего лечения вы видите, что индукционного лечения на сотый день у большинства больных отмечалась прогрессия заболевания. Обращу ваше внимание, что это исторические данные. Конечно, на сегодняшний день мы так уже не подходим к терапии больных с аэлемилоидозом. Но если говорить о улучшении ответа у пациентов, которым выполнялся индукционный этап терапии, то пациенты усиливали ответ, достигали либо строгого полного ответа, либо уменьшали число больных с очень хорошим частичным ответом за счет увеличения полных и строгих полных ремиссий. Ну и сравнение частоты органного ответа у больных после аута в зависимости от индукционной терапии. Вновь показано, что если пациенты без предшествующего лечения перед аута не получали его, то ответ достигался редко, а если пациенты все-таки индукцию получали, то ответ, напротив, наблюдался чаще и органный в том числе. Ну и показатели, а также летальность, связанная с трансплантацией, она составила 2,9%, что, в общем-то, соответствует международным данным. Это один пациент, который умер после выполнения аутологичной трансплантации. Живы 26 больных, продолжительность наблюдения максимальная 160 месяцев. Смерть констатирована у 7 больных на сроках от 3 до 105 месяцев после выполнения аутологичной трансплантации. Отдельно представлена выживаемость без прогрессии, она составила 8 лет медиана. И 10-летняя общая выживаемость составляет 52%, но это для общей когорты больных, которые были включены в анализ. А если все-таки этих пациентов разделить на 2 группы, которым аута выполнялась без предшествующего лечения и после выполнения индукционного этапа терапии, то здесь уже, напротив, мы видим серьезное улучшение выживаемости как без прогрессии, так и общей выживаемости, которая превышает 90% за 10-летний период наблюдения. Ну и в заключении мне хотелось бы отметить, что аута все-таки на сегодняшний день эффективный метод лечения аэлемилоидоза, который способствует углублению гематологического ответа, достигнутого на предшествующем этапе, соответственно, и органного ответа и увеличению показателей выживаемости. Конечно, следует тщательно отбирать пациентов на высокодозную химиотерапию, и, как видно из представленных данных, не более 25% больных являются кандидатами на ее выполнение. И наши данные говорят о том, что летальность, связанная с аута, составляет не более 2-9%, 10-летняя общая выживаемость существенная, 52%, медиана выживаемости без прогрессии 8 лет, и, конечно, индукционная терапия улучшает результаты аута и на сегодняшний день должна рассматриваться в качестве стандарта терапии больных аэлемилоидозом. Я благодарю вас за внимание. Спасибо, Максим Валерьевич. Очень интересные и яркие результаты вы представили. И число трансплантаций все-таки у нас не превышает 10, да? Самое большое число выполненных трансплантаций – 8. Ну, может быть, в этом году будет чуть больше. Это говорит о том, что и больные сложные, больные тяжелые, необходим тщательный отбор пациентов. Ну и, наверное, не так часто регионы направляют к нам больных в качестве, может быть, даже телеконсультации, для того, чтобы мы рассматривали аэлемилоидоз тоже как один из вариантов показания для интенсивных методов лечения. И вот, Павел, нам можно простенький вопрос задать. А после трансплантации подразумевается какое-то поддерживающее лечение в зависимости от эффекта по окончанию? Международная рабочая группа, как и эксперты ИБМТ, НССН не рассматривают в качестве поддерживающего лечения после аутологичной трансплантации назначение каких-либо таргетных препаратов. То есть пациенты в последующем наблюдаются без проведения поддерживающей терапии. Независимо от ответа, но если у них прогрессия, безусловно, им назначается следующий этап терапии. Я хотела спросить, извините, а тоже можно вернуть слайды? Там такое было странное место в критериях отбора. Как минимум один орган. Я не поняла, что бывает меньше одного органа? Понимаете, это же эксперты ИБМТ. Они делают рекомендации для тех... Это как-то ум и не постигает. Конечно, понимаете, для нас это непостижимо, но оказывается, в других центрах могли взять, например, пациентов, у которых наблюдалось отложение амилоидоза, но при этом не было никаких клинических симптомов болезни. А как они узнали о том, что это амилоидоз? Просто взяли и выполнили, например, гастроскопию больного, сделали биопсию. На биоптате увидели отложение амилоидоза, но у пациента нет никаких клинических симптомов. То есть это не опечатка? Это не опечатка, это действительно так и есть. В смысле, они имеют в виду, что у человека должен быть клинический амилоидоз? Конечно, да. Именно так. То есть кому-то придет в голову делать трансплантацию человеку без клинических привлений? Вот в том-то и дело, что мы в другой реальности находимся. Все в Европе и Америке стандартизировано. Понятно. Спасибо. Спасибо.